Доброе утро! Ребёнок у нас сегодня захотел солнышко, поэтому сейчас буду изворачиваться, потому что у нас совсем не такой хлеб для солнышка, который должен быть, всё-таки должен быть квадратный. Сюда я что-то не уверена, что у нас влезет желток, белок, но мы будем стараться. Ты понимаешь, не было бы порога, она бы вставала те же самые 207 на стандартную коробку. Да, полотно 55, но опять-таки, если убрать вот этот вот наличник, который между ними, то есть розетки вывести справа от ванны, то там бы вставали шестидесятки. Но это не сейчас уже, я думаю, будет. Да, ну уже там так сделано, поэтому даже до Олега не имело смысла это переделывать. Это надо переделывать вместе со всей ванной. Поэтому туда 2,55 полотна, двушка стандартная, которая подрезается и ставится, там доборы не нужны, там чисто наличники новые. А сюда, в проем, я предлагаю, блин, отказаться от этой, от выдвижной. И мне займёт, что посмотрел, она говорит, выдвижная, это зачем, говорит, там люфтки, всем хватает, еще и любни. Я говорю, ну вот, хотим. Если бы она ехала, понимаешь, прямо вот по стене, по стене, тогда да. Но если с бруском, как он говорит, только... То он крепился бы прямо вот на стену. Ну понятно, да. Но он, блин, 2,07, поэтому крепи... И нарастить сейчас невозможно. В смысле, добавить, потому что ни обоих нет, ни ничего. Поэтому, блин, будет здесь брусок. Будет здесь брусок. Нет. Брусок 50 на 40, понимаешь, да? Вот. И вот эта вся конструкция, я ему, говорит, Мы же связались с ней с замерщиком, мы позвонили мастеру, поругались. Потому что Олег лезет, замерщик отстаивает свою позицию. Он мне говорит, ты съездишь на рынок, купишь бруски. Я говорю, я не поеду, на рынок покупают бруски для установки двери. А что, говорит, мастер тоже не поедет. Я говорю, давай мастера. Вот. Мастер говорит, ну не проблема. Я говорю, давай так, там 5 сантиметров, там 3. Сколько мне надо, ты видишь, холодильник, чтобы дверь разобрать? Сантиметров 15. Не, это фигня какая-то. Вот столько, понимаешь? Не, ну это дырка будет. Это дырка, при этом мы померили, дверь будет, дверь туда, кстати, если купешка, то нифига не 70-ка. А 80-ка ставится. Потому что она должна закрывать полностью проем, а не в нем стоять. А когда она будет отодвинута, она будет чуть выпирать в коридор, да? Не чуть, а сантиметров 7. Напонятно. Ну это не критично, но тем не менее. Да, и тоже там такое расстояние, что знаешь, типа там может быть 7, а может быть 9, потому что она может просто упираться в стену. Меня еще знаешь, что убивает? Скорее всего так, что у нас вот та вот стена, которая за холодильником, она полукругом уходит за холодильник. И я боюсь, как бы еще не пришлось наращивать, да. Вполне, вот. Поэтому наколхозить можем. Не, не надо колхозить. Но мне мастер сказал, говорит, не мучайся, купи нормальную, хорошую дверь, поставь мне дешманские эти самые замки. Вот, и всю вот эту вот фурнитуру. Говорит, она у тебя будет закрываться и шумка будет хорошая. Намного лучше, чем вот в этой вот прикрывать. Но он мне сказал, вообще ничего не делай, сделай себе красивую арку. Я говорю, я утром здесь работаю, мне надо общаться. Говорит, тогда покупай нормальную, хорошую дверь. Вот нормальные замки, фурнитуру, и у тебя будет закрываться и будет, будет там, тихо будет. Эти, говорит, ставь самые дешевые, если ты будешь. Ну, я, в принципе, согласен. Подпилить, ну, как бы, полотно туда можно хорошее взять, но я больше, если мы декоративное возьмем. Привет, Сири! Таймер на 8 минут. Ну, вот. Соответственно, если взять вот те, которые мы хотим, хотели, ну, ты понимаешь, да, у тебя узор? Да, я поняла, он опустится сразу. Опустится, да, да, опустится, да. Тогда, если туда, на ванну и на туалет, мы вешаем самые-самые дешевые двери, которые только есть. Да, это твой, но хочешь, возьми мой, чтобы совсем все настроение, по которому не портится. Если мы вешаем туда самые дешманские двери, потому что, собственно говоря, потом при ремонте ванны придется снимать обе и выкидывать. Через 8 месяцев. Да, через 8 месяцев практически. Тогда я бы предлагала все-таки взять в Леруа. Во время ремонта, кстати, их там можно будет проем сделать, какой хочешь. Я понимаю, сделаем стандартный, чтобы больше не искать, не иметь таких проблем с дверьми, с шириной полотна, с высотой полотна. Сделать стандарт сразу в проем, когда будем делать ремонт ванны и туалет. Ну вот. Тогда я предлагаю взять все-таки двери в Леруа, или, по крайней мере, съездить... Посмотреть на цены... В Леруа, спасибо. Просто, не знаю, мне так кажется, что там будут дешевле двери, чем 7,5 тысяч за полотно. Вот. Скупить какую-нибудь тоже недорогую, которая простоит... Да что ж такое-то? У меня аллергия на твой кофе. С этим капустовым молоком. Чтобы установить тогда, ну, простоят они полгода, им больше не надо. Не хочешь, не кушай. И единственная проблема, получается, в том, кто поставит двери из Леруа. Ну, предел, а там же достаточно нетипичный набор наличников. То есть там не просто как в проем ставишь, да, кружил по 70 сантиметров эти наличники, ляпнул и все. Спасибо, я чаючку ему. Там надо правильно обыграть вот этот вот стык. Поэтому... Я, ты знаешь, я не помню, чтобы у нас были такие проблемы с межкомнатными дверями. Да, конечно. Потому что там стандартный проем. Нифига там не было ничего стандартного. Приехал мастер, сказал, тут криво, там криво, тут криво. Ну, ничего, сейчас подгоним. Может, нам съездить туда, где мы брали межкомнатные наши? Хотя там тоже будет по 12. Да, там в том числе, как вы понимаете, там в том числе так хорошо, потому что они не стоили прилично. Да. И если ты помнишь, кстати, мы тогда за две двери 30-ку отдали. Я помню. 6-7 лет, 5 лет назад. Да. То есть сейчас они, ну, такие двери, да, они будут прилично стоят. Я даже не сомневаюсь, что если поехать там, я не знаю, куда-нибудь в Гранулу, я не знаю, где продаются хорошие двери, там в какой-нибудь магазин, где их там практически на заказ шьют, тебе будут сказать, легко. 54,5 на 97,8 тебе сделаем дверь. С узором по центру. Ну, полтинник будет стоить. Вообще, мне кажется, Леруа должен устанавливать. Наверняка у них есть мастера-классники, которые они это делают. Да. А у нас точно эти палатна не выдержат? Ну, не хотелось бы, правда, но я не настолько желоб, чтобы не отдать, там, даже 20-ку, чтобы 8 месяцев нормальными дверьми пользоваться. Тогда точно ставить самые-самые. На кухню, кстати, я бы ставил хорошую дверь. Прям выбрал бы себе клевую дверь, ну, вот прям красивую, если она открывающаяся, да, и ставил бы прям вот. А ты у него про гармошку вот такую вот двойную не спрашивал? Он спрашивал, он говорит, ну, да, прикольно, но, говорит, они, как правило, ломаются намного быстрее. Ну, то есть надо ставить обычный. И потом пойми, что это двойная гармошка. В нашем случае она все равно блокирует доступ к холодильнику. И уже неважно, она двойная гармошка. Ну, если в сторону шкафа, чтобы она уголодить выезжала. Ну, и опять-таки, гармошка у тебя никакой звукоизоляции. Все равно, что картонкой прикрылась. Да, тоже верно. Работать и шуметь я там буду. Я знаю, это у тебя когда переговоры, это... Да, слышно во всей квартире. Если бы не дверь, слышно было бы. Тогда обычная дверь. Ну, что, привыкли уже ее открывать-закрывать? Когда в холодильник кладем? Единственное, что я не знаю, что мне не очень нравится, почему-то этот магазин. Мне тоже. Маш, мы в другом посмотрим. Ты ничего не оплачивал? Нет. То есть как-то... Ну, вроде все получается, но как-то все очень... И дверь мы выбрали из разряда так себе. Ну, вот. Ну, просто сильно тоже затягивать мне не хочется. Давай съездим еще раз на... Там такой трынец случился. Ты меня убьешь, наверное. Какой? Там для того, чтобы правильно подогнать плитку, вот сюда вот, пришлось снять эту дверь на кухню. Какую? На кухню. Ну? И вот, чтобы ты понимала, вот так вот стоит мультиварка, такой в ровненьком, таком беленьком слое пыли. Пыли, и вот это ты вот, ну, так, известно, что-то такое пальчиком так правил. Говорю, Олег, меня жена убьет. Она говорит, ну, да, свяжет, ну, генеральную уборку надо будет делать. Но мультиварку я отмою, я думала, ее поломали. Не-не-не, ну, там просто там такой ровненький слой известковой пыли вот этот вот угол кухни покрыл. Там самое страшное то, что в клапан поклала. Ну, клапан вытаскивается, клапан можно промыть. Ну, ладно, Чук. А он коробку, что ли, снял? Нет, коробку нет. А как он плитку под коробку подстраивал? Вообще, вроде, коробку снимать надо. Да, ну, там снизу коробки нет. А, там зазоры? Конечно, там кол или 0 подходит. И плитку. Нет, я не про порог. Я про вот эти вот угловые части коробки, которые доходят до пола, по идее. Плитка должна под них заходить. Не, 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 не приглядывался себе. Ну, как-то положил. А как вообще вот ты сошел? Нормально? Прикольно? Слушай, по моему мнению, с четверга ничего не изменилось. Нет, он заложил края. Ты что, остались вот две плитки возле вот ванной. Вон вот эти два уголочка вот этих осталось. Такой, блин, говорит, представляю, их колеи не рассчитали. Сейчас придется опять ехать. На два уголочка? Два пуска, говорит, не хватило. Говорит, я так аккуратно вначале, говорит, все делали. Равно старался. Ну, смотрю, блин, клей не хватает. И вот мы с ним вышли, он пошел вместе со мной. Я в сторону парка, в сторону магазина пошел. В Сатурн, что ли, пошел? Нет, я так понимаю, что он сначала в продуктовый, а потом поедет за этим самым. Показал мне эти уголки, которые на потолок. Симпатичные, белые такие, узорчатые немножечко. Типа там, сказал, говорит, я торговался, торговался, говорит, по 80 рублей 2 метра отхватил. Я не знаю, это дорого или это? Я, ты же, я, 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 говорю, 80 рублей. Какой-то, молодец. Охренеть, может, это в 4 раза больше цены. Я не знаю, как они стоят. Ну, вроде, все нормально. Он уже клинтуса закупил, да? Ну, вот эти, наверх, это, да, по потолку. Все, проводка лежит, он, говорит, только интересно, говорит, я, говорит, еще переживаю, говорит, я стакан ставлю, и иголочкой туда их подтыкаю, чтобы влага вся выходила, потом для тобой буду клеить. Ну, ничего себе. Однако, тут вот нам в комнате вообще стаканы не поставили. А тут иголочкой подтыкаю, чтобы влага выходила. Просто иголочкой специально ставишь, чтобы, ну, я, по крайней мере, так понял, как. Ну, короче, чтобы, видимо, там влаги не оставалось. Интересно. Да. Полич, ты сочертели меня эти яйца уже. По овсянке скучаю. Я тоже кашу хочу. Надо кашу сварить. Шел третий день. Ты телефон забрал оттуда? Забрал. Когда будешь пересаживаться? Ага. Сегодня. А я тогда заберу твой обратно и сдам свой ремонт. Мне написали в комментариях, что у кого-то там была такая же проблема с вот этой камерой True Death, которая Face ID снимает. И тоже человек сказал, что отрубилось Face ID, сдал на ремонт, и в итоге ему выдали новый телефон. Ох ты. Ага. Что там такого, интересно, с этой камерой, что нужно выдавать новый телефон? Неужели она не меняется? Система дефекта просто дает сетки. Это просто интересно. Меняется. Просто не могут поменять на уровне сервис-центра официального. Поэтому он укладывается, отправляется на завод. На заводе выламывается, ставится новая камера, айфон запечатывается и продается второй раз. Или ты думаешь, они их выкидывают? Ну да, утилизация какая-то. Ну а что, человек, получается, пошел в магазин и купил б.у. айфон? А какая гарантия? Он купил айфон с гарантией. Понимаешь? Ну не знаю. Корпус его поменяли, чтобы он там, не дай бог, не поцарапанный был. Камера стоит новая гарантия. Ты в жизни не узнаешь, что он был когда-то вскрыт. Ну все равно. Он оплобирован всеми этими опловскими бомбами. Не знаю, мне кажется, все равно это дичь какая-то. Это расходы. Надо съездить в Леруа. Когда у нас с тобой будет время съездить в Леруа? Сегодня да. Сегодня я точно не поеду, сегодня в субботу. Вечером поехать сейчас в 18. Ну не, народ будет. Понятное дело. Сарказм не был. Ну да. Надо в будний день ехать в Леруа смотреть двери. Только так. И то, наверное, знаешь, в первой половине дня, вот когда мы Машу отвели, и надо ехать в Леруа смотреть двери, пока там еще нету безумного количества народу. Ну в понедельник, а устро поехали. Я не могу. Почему? Потому что у меня врач в 11. В 11. В 11. В 11. Да. Что, не успеем? Не знаю. Может, успеем. Можем попробовать. Ну как бы, если мы к 8 отвезем, блин, Али Руа-то с карты работает. По-моему, не знаю. Надо посмотреть. Ну, по-моему, с 8. Не знаю, я говорю, как спорили. Что, прям скандал? Да, вообще. Это-то не такое. Че он ты, говорит? Замерщик Олег говорит. Че вы, говорит, лезете? Я говорю, что мастер не будет делать. Я говорю, а нафига мне такой мастер, который половину материала приводит? Вот сам с ним и разговаривай. Я говорю, давай буду с ним говорить. На, говорит, телефон. Я мастеру с этого абсолютно адекватно есть. Да не проблема, говорит, бруски надо. Говорит, я докуплю. Что это за замерщик такой, а? Ну там дядька такой. Он такой, достаточно очень сильно пожилой. Что-то такое ему там ближе, может быть, к 70 уже даже. Но если его так сильно, это раздражает. Но не бывает все гладко. Не, он, понимаешь, он как бы привык, что его слушаются беспрекословно, да? Другой, то, что если он правда херню какую-то несет. Я привык, как бы, если приезжает замерщик, он говорит, значит, так, здесь мы можем сделать так, так и сяк. Я говорю, а тут-то как? А это надо с мастером. Хотелось спросить, а тут это кто? Рулетка с ушами, что ли? Ну да, тогда зачем? Наверное. Ну как бы он так и есть. Он рулетка с ушами, правда. Нет, давай мы в этой фирме, наверное, не будем ничего брать, потому что вот это вот сначала рулетка, потом... в двери они не могут подгонять. Ну да, да, да. Другое дело, что... Интересно, у Леруа подрезают двери или нет? Надо узнать. То есть, двушку-то придется подрезать. Может быть, там не нужно будет ничего подрезать, может быть, там будут двери метр девяносто, например, или еще что-то. 55-й нужно, нет. Ты понимаешь, у нас просто... 55-я дверь не нужна, понимаешь? Да, Дим, такие... Как это? Сантехнические кабины у нас во всех домах за все это время, вот у нас во всех домах, может быть, кроме новых сейчас, да? Да, дело не в сантехнической кабине. В сантехнической кабине два проема под двери 60 в нашей. А что, откуда там тогда взялась 55-ка? Потому что в центре стоят наличники и розетка. Да, оторвать наличники. Там розетка стоит. Розетка стоит со времени строительства дома. Вот, поэтому там 55-я дверь. Ну так и двери там стоят со времен строительства дома. Я тебе об этом и говорю, что такие двери стоят во всех наших домах. Ну неужели всем пришлось расширить проемы? Да нет, я тоже думаю, что 55-е есть. Это как с дверьми, которые мы первый раз с тобой, стальные, заезжали. Только такие и все. Оказывается, если заплатить чуть подольше, любые, какие хочешь. И проем расширим, и дверь подпилим. Все что угодно. Вопрос в хорошем мастере. Установщики дверей. Другое дело, что именно мастер тогда, или кто-то сведущий в этом, что умеет мастер, что делает мастер, что делается у них по регламенту, не по регламенту, должен замерщик это знать, что вот там сантиметров до столько-то мы можем подогнать. Они точно знают, что мастер это делает. Все проще. Замерщик и должен быть мастером. По-моему, такое не бывает. Мне говорят, мастер к вам не поедет смотреть. Я говорю, почему? Вы понимаете, что у него 5-6 заказов? Я говорю, так это проблема у магазина. А при чем тут магазин? Такой магазин работает с мастером. Если мастер не успевает полежать и смотреть, это проблема у магазина. Разбирайтесь с магазина. Я говорю, я не буду разбираться с магазином. Я в другой пойду просто. Да, зачем с магазина разбираться? Вот поэтому не надо предоплату выносить. Нафиг. Сейчас бы внесли предоплату за дверь и замучились бы ее возвращать. Спасибо, плавали. Я не помню таких проблем с тем магазином. Я помню, что мы купили, и нам, я еще помню, консультант тогда говорила, да, двухметровые двери. Так это... Давай съедим сейчас туда. У нас дела сегодня вообще нет. Ты помнишь, где они находятся? Ну, я помню, что нужно ехать по Алтушке до микрохирургии, развернуться, и они будут по стороне внешней. Я помню, что они по Дмитровке находятся с нашей стороны, с Алтушкинской, в сторону МКАДа, которая... Угу. Справа. Именно. Там какой-то маленький небольшой торговый центр, мне очень приятно выглядящий. Такой типа там. Строительного. Строительного, да. Там были двери. Так адрес-то какой? Я не знаю. Может, мы просто в Яндексе наберем двери, и на карте нам выдастся? Ну да, можно. Я помню, что тогда было прям как по маслу. Они их доставили со всей фурнитурой. Потом приехал мастер, разложил кучу своих этих инструментов. Повздыхал, но сделал. Нет, даже не вздыхал ничего. Вообще очень веселый товарищ был. Я с ним тогда была. Не было, наверное, даже. Да. Приехал мастер, разложил весь инструмент. Единственное, что он у меня спросил, это сказал, говорит, у вас тут вот стена кривая немножечко, верхняя часть уходит туда, вглубь. Мне косяк по ней делать или ровным по уровню? Я говорю, делайте ровным по уровню. Хорошо. Все, стоит он до сих пор. Двери как влитые стоят. Нигде ничего не рассохло, не высохло. Никуда не уехало. Единственное, что Машка на своей двери висела, и замок съехал вниз. Ну, это понятно. Это Маша сделала. Не скрипят, ничего. Отлично. Ну, как бы, визитку по всем оставлять не будешь. Эксплуатацию только время покажут. У нас была визитка этого мастера. Ну, уже все понятно. Но опять, там не будет дешевых полотен. Нам нужны два дешевых полотна для ванны и туалета, чтобы потом их снести через буквально полгода. Я, правда, лучше потрачу побольше. И не буду потом бегать и собирать наличники отдельно, отдельные доборы. Потому что их нет в наличии, они придут 26-го. На 23-го уже почти все кончилось. Пусть это будет не 4 тысячи, пусть это будет 10 тысяч каждая дверь. Мне не нужно будет каждые 20 минут срываться в ту квартиру. Не на последний покупок. О, короче. Отстань. Дай поесть. Мы с тобой сами карниз не повесим? Мы нет, а я не знаю. Почему мы нет? Я еще хоть куда. Я если дрель возьму, то ух. Ты хоть куда. Но к перфоратору я тебя не подпущу. Почему к перфоратору? Потому что мне шуруповер там нужен. Дрелью. Перфоратор. А ты гимнастику чем? Перфоратором. Перфоратором. Ты долбежку включал на нем? С долбежкой вешал? Конечно. Так он тебя сверлит, 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 сверлит. Включил, как в масло туда. И все. Мне очень понравился у него плиткорезный станок. Обалденный. Он говорил, что ты что? Это моя гордость. Он водяной. И он не генерирует пыли. О как. Да. То есть он говорит, я плитку пилю когда. Я меняю в воду только. А вот этого трендеца здесь не будет. Прикольно. Но он такой огромный. Это водный. Он как АК автомобиль. На пол коридора стоит. Это водный, да. Очень крутая штука. Снова едем смотреть двери. Теперь уже попытаемся попасть в тот магазин. Мы просто не помним адреса его, где он находится. Помним где находится, не помним точный адрес. Ой, сейчас, погодите. Надо вытащить отсюда листья. А то они у нас... Тут клён сверху. И он нам загадил всё стекло. Кто нам пока не везёт с дверьми? Посмотрим ещё. Поедем в магазин, который нам ставил межкомнатный. Хорошо ставили? Это я. Это я. Это балансировка. Да, это сход-развал. И фильтры. Действительно, нахрен тебе муж? Лучше балансировка, сход-развал и фильтры. Я их выкидываю? Да. Старые же всё. Да. Это вот я делала. Это что? Что это что? Это же я понимаю. Это же я выкидываю? Да. Так. Ну что? Это вот примерно такие же двери, как у нас стоят сейчас межкомнатные. Но мы не здесь, по-моему, покупали, мне так кажется. Так, сейчас Димка там выясняет, есть ли на складе двери шириной 55 нам для ванны. А вот это, может быть, в кухню такую поставить? Даже не знаю. Или попытаться найти такую, как у нас межкомнатные стоят. Надо так, чтобы квартира выглядела одинаково везде, чтобы она была не отдельными кусками, а единая. Ну, а это просто полотно пустое. Нет, ладно, подождём. Вот такие двери. Ванну и туалет. Сейчас посчитают, они есть 55 шириной и метр девяносто высотой. Да, у нас выбор небольшой с такой шириной. Встанет нормально, да? Встанет, как обычная дверь, я так понимаю. Она не сильно отличается от обычной двери, но такой механизм классный. Да, не страшно. Нам дешёвые нужны ванны в туалет, потому что там через 8 месяцев будет ремонт. Круто. А дверь на кухню ставится как бы надолго. Если в сторону шкафа её открывать, смотри, какая красота. А сколько вот это расстояние? Какое? Вот это 35, по идее, да, или я стала 70? Да. 35, а там 43, да? Должна входить до шкафа. Что-то у меня с математикой плохо. Не с математикой. Ну да, то есть он прям вплотную к шкафу будет. Ну, не вплотную, прям там будет ещё зазор до шкафа. Ну, то есть шкаф можно будет свободно открывать при этой открытой двери. Если вот так вот раз, и к шкафу. 45, 45, 35, тебе дадут твои 80? Угу. А у тебя шкаф 43, то есть у тебя останется, ну, 2 сантиметра. Ну, так и отлично. Нет? Да, ну, не вообще отлично. Ко мне возвращается мой телефон. А мой уезжает в ремонт. Отдай телефон. Подожди, пока что это мой телефон. Покетбук у меня свалится, да? Угу. Ну, и в общем-то и пофиг. В смысле пофиг? Я тогда тебе его устанавливала. Пофиг. Спасибо. Стопкарт там есть. Зона вайлберис авторизация. Дайте. О, погода нормальная станет. Она и так нормальная. Серьёзно? Да. Какой сейчас ветер, нет, какой ветер, прогноз по ветру на ближайшие 2-3 дня? Ты странный, товарищ. У тебя папа пилот. Он тебе всегда говорил, больше, чем на 9 часов, никакие прогнозы не действуют. Хорошо, какой ветер будет через 9 часов? Никто не знает. Больше, чем на 9 часов, прогнозы не действуют. Ябловское приложение погоды не знает, что такое ветер. Да, конечно. Я могу показать пыку сейчас. Так. Отдай телефон. Дай. Дай. Кусочек. Кусочек. Съесть маленький. Маленький. Съесть голыми руками. Да. Оставь. Оставь. Всякие музыки какие-то, книжки, понятно, компасы. Что это? А, файлы. Всё, всё, тебе там больше ничего не нужно. То есть, iHerb на, реально, вот iHerb на Apple отвратительный. На Android. Тьфу, на iOS он отвратительный, на Android хороший. Но... И поэтому ты постоянно заказываешь через меня, через Apple. Нет, потому что ты там, пройдены всякие вот эти авторизации, регистрации, ENN и подтверждение таможни и так далее. Да, это да. И потому что я тебе присылаю ссылки, а тебе остается только жмакнуть какую-то кнопочку добавить в картинку к своему заказу. Так всё логично, нормально, чё. Отдай телефон. Таньку, Сохик. Отдай телефон. Я бы его уже начала переделывать. Профи-пятёрка. А этот бы отдала в ремонт. Бухинг. Отдай телефон. Да всё, всё, я просто смотрю, чтобы ты могла форматнуть. Не забыл ли я тут ничего. На заметках... А, я заметки сюда переносил, из того телефона. Андройчик до мозга костей. Ну, правда, я... Да ну, чё тебе удобно, тем и пользуйся, чё-то. Я сравнил, мне не понравилось. А, да, и телефон. У меня теперь будет два айфона. Прекрасно. Где твоя семёрка? Семёрка? У меня не было никогда семёрки. У меня был 6+. 6+. 6+. Лежит на даче, им пользовался папа. У него накрылся динамик. Теперь по нему можно разговаривать только на громкой связи. Ну, то есть чисто теоретически у тебя три айфона. А, и четвёрка, наверное, ещё где-то лежит. Нет. Отдай. Подожди. Снимку вытащи. Ну, подарь, ты ещё прямо сейчас хочешь переносить? Ну, скоро. Ну, да, я чаёк попью. Ну, началось. У меня баунти. Я тоже хочу чаёк. Нет, я не хочу есть. Я не хочу чаёк. Ну, баунти в морозилку сейчас положу, и потом буду кушать. Ты как там? Майк и Молли. Помнишь в морозилке? Милки Мэй или что там лежало? Заначка. Да. Ну, он там жил. А зачем ты в морозилку кладёшь? Мне нравится больше. Ну, потому что ты берёшь, у тебя шоколадка холодная. Она хрустит. Ты её чайком запиваешь, но у тебя во рту тает. Ой, никогда не любила холодный шоколад, который хрустит. Наоборот, кажется, что оно должно быть такое прям мягонькое, вкусное. Потом мягонькое и коричневое вот это вот. Не надо такие ассоциации выстраивать. Ты спросила, я ответил. А так ты берёшь кусочек кит-ката, например, замороженного. Сникерс, кстати, так, очень фигово. У него нуга очень долго потом отогревается во рту. Какой-нибудь кит-кат или баунти. Ну, у кит-ката, наверное, да, там будет вафелька. Или шоколадка любая. Хватит, я захотела чай или кофе. Кофе, хочу кофе, 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 кофе. Да, сейчас налью себе кофе. Был бы у тебя заботливый муж, где я его бы. Да, а этот муж у меня, пока я была беременная, даже сосиски в 3 часа ночи не принёс. И я это помню уже 11 лет. В 3 часа ночи? Да, сосиски. Беременный человек может хотеть всякие невероятные вещи. Если бы я пошёл в 3 часа ночи за сосисками для беременного человека, когда бы я вернулся, этот беременный человек уже бы не хотел сосиски. И послал бы меня за вишеной. Ну и что? И эта ночь могла продолжаться быть бесконечной для меня. Но ведь он беременный человек. Ничего, родил нормально. Всё сказано. Сосиски вредные. Я забыл о твоём здоровье. О, ну да. Ты наносив без его приедет. Слушай, они не страшно, бежать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова